всем доброго времени суток друзья меня зовут маша и добро пожаловать на мой youtube канал и сегодня у нас рубрика позорные свидания ну не сайтов знакомств сегодня просто просто свидание из реальной жизни к тому же эти истории уже достаточно такие старые в ту в ту эру особо не было интернета не было популярно так как сейчас знакомиться в интернете поэтому эти свидания из реальной жизни в общем эти истории рассказали мне мои подписчицы и буду я их рассказывать от первого лица как вы и просили как вы проголосовали вам больше нравится когда я рассказываю от первого лица так что вот история номер один без лишних предисловий погнали случилась эта история со мной где-то в 2009 году я тогда работала в санкт-петербурге на хлебозаводе и получается со мной там работала одна девчонка она молдаванка но она хорошо говорила по-русски давно в россии жила с виду тоже выглядит как русская в общем мы с ней сдружились частенько бегали на курилку вот как бы общались как бы ну коллега с виду приличная приятная общительная девушка как-то раз мужик а определенный такой период вы уже долго с ней проработали сдружились и как-то раз она мне говорит слушай у меня говорит есть такой парень хороший вот так хочу тебя с ним познакомить это говорит брат моего парня вот очень хочется вот ему личную жизнь устроить мол типа говорит давай я тебя познакомлю ну я аж как быть девчонка свободная ничего меня не сдерживает ничего меня не обременяет я говорю а давай познакомь в общем она говорит вот там и у него есть дача вот там нужно чуть-чуть в область там поехать короче там на электричке несколько остановок там куда-то в область там у них есть дача участок шашлычки пожарим все будет прекрасно и замечательно ну я ж такая думаю о какой расклад интересный ну поехали в общем дело было в субботу вечером и общем сели мы на электричку приезжаем в этот поселок в ленинградской области ну и выходим и ждем парней на вокзале вот и говорит мне это моя подруга анька допустим ее звали анька анька мне говорит сейчас они подойдут сейчас я им позвоню скажу чтоб они подошли нас встретили я говорю ну хорошо давай в общем стоим мы ждем идет парень в грязной рабочей куртке тощий как наркоман впалые глаза как у зомбака вот как будто и вот он не спал неделю гнилые зубы и вообще он весь был очень стремный ну просто стремный судя по всему он был гастарбайтер он был молдаванин который вообще ни слова не знал по-русски вообще он постоянно молчал ну силу того что он как бы не говорил по-русски вот говорил только на молдаванском языке и так чуть-чуть что-то там отдаленно понимал я такая думаю ну нифига себе я такая спрашиваю у своей коллеги это могут с ним да 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 это вот пожалуйста знакомься в общем он говорит нам ну пойдемте говорит к нам на дачу я такая думаю ну ладно пойдем а куда деваться то жених вообще просто на расхват в общем идем мы на эту дачу приводит он нас на какой-то строящийся вот недостроенный дом все в кирпичах в песке ну рабочий процесс и сидят посреди этой стройке еще два таких же гастарбайтера молдаванина и в итоге получается что мы в пятером этот мой ухажер предполагаемый двое еще пацанов работников молдаванов я и моя коллегой анька и общем и вот в такой компании должны будем провести этот вечер на вот этой вот строящиеся недостроенной даче я такая думаю елки-палки и не уедешь же обратно это просто трэш ведь мы приехали практически вот на последней электричке в вечер в ночь обратно уже электричек нету то есть обратно развернуться и уехать у меня нет возможности не представляется возможным плюс я как бы особо вообще не ориентируюсь где я нахожусь как бы я знаю что только обратно уехать на электричке ночь наступает час вечер ночь всю электричек обратно нету думаю еханы бабай мне здесь придется ночевать ну я набралась смелости взяла всю волю в кулак и стала прикидываться как бы такой задет своей в доску стала не показывать вида что мне как будто неприятно что я не хочу тут находиться и стала такая разговорчивая такая веселая поддерживала разговор диалог как бы не показывала своим видом что мне неприятно что мне не нравится что я хочу уйти просто как бы думала ну надо быть хитрее надо поддерживать компанию короче мы сидим они уже напомню они уже все к тому моменту были уже слегка подвыпившие но я чтобы плюс к тому чтобы еще больше не раздраконить и разослить подвыпивших человек я стала такая ну сиджу с ними там ля лето поля делаю вид что пью водку а сама незаметно и и выливаю но чтоб не опьянеть держать себя в руках они там уже все убуханные вот эти вот два чувака анкиных уже убуханные в хлам анька тоже там накидалась смотрю она целуется с ими двумя то есть один из них ее парень а второй ну не знаю кто но она с ними двумя целуется подруга просто намбован этот смотрю смотрит на меня голодными глазами уже начинает камни он руки запрокидывать уже начинают он меня обнимать есть я такая думаю господи боже мой что делать я ему короче он кстати тоже немного он был чуть-чуть подвыпивший но в течение вечера он старался много не пить вот я смотрю он старается меня как-то при обнять как-то вот какие-то романтические порывы у него начались вот и короче я ему предлагаю пойти куда-то прогуляться по природе вот и он говорит ну пошли в общем идем мы прогуливаемся и я стараюсь вот чтобы вот сдерживать его романтические порывы обнимашки целовашки которые он явно намеревался ко мне применять я старалась там болтать безумолку шутить там я такая вся активная хихихаха он типа ну от растерянности только там кивал кивал что-то уголкал поддакивал как бы особо то он ничего не понимал вот просто делал вид что как бы поддерживает разговор но и тем самым я этими разговорами как бы сдерживала его романтические порывы в общем идем мы с ним гуляем а я там ему пытаюсь рассказать о моих идеалистических взглядах на отношениях что я такая порядочная что там чуть ли не после свадьбы то есть я строила из себя вообще такую идеальную по и девочку в общем рассказывала и что вы думаете по итогу он меня он в меня реально втюрился влюбился и как бы действительно хотел не то что меня от иметь как как я понимаю изначально а он намеревался до попросил эту аньку привести девочку для ночи до ночи любви но как бы я так у себя поставила что я такая вся пуританских взглядов вот всех таких правил старых вот и короче он меня влюбился он действительно подумал что ой какая порядочная девушка и вот он прям ко мне вот так вот с вежливостью относился что вы думаете как происходит история дальше значит мы после прогулки возвращаемся обратно на эту недостроенную дачу я смотрю это анька продолжает там просто куролесить с вот этими двумя чуваками кстати девочки вы сейчас упадете они вот эти два чувака с кем она лизалась одновременно оказались родными братьями да не удивляйтесь и она с обоими ими одновременно пошла уединилась в комнату вот такая вот подруга девочки так что будьте внимательны в выборе подруг вот видите я вам постоянно говорю о том что как бы не садитесь машины не ездите на незнакомые хаты к незнакомым мужикам к девкам к незнакомым мало знакомым подругам это тоже относится она может быть такая хихихаха добренькая приветливая душа компании такая подруга своя в доску да вы не можете предполагать какой шаловой она окажется и в какую передрягу она вас может втянуть если бы не грамотный ум и хитрость моей подписчицы которая рассказала мне эту историю то ее бы там наверное просто бы от имели бы и пустили бы под по кругу девочки это просто страшно как она выкрутилась как она хитростью стала строить что типа она такая правильная типа она такая только после свадьбы то есть как бы она понимает что она попала в компанию деградантов каких-то гастарбайтеров и подруга и деградантка полная она просто поняла что защиты и помощи в этой компании ждать ни от кого просто надо уметь хитростью постоять за себя чтоб тебя не по кругу а подруга это вряд ли бы заступилась бы вряд ли бы чем-то помогла в общем это наша подписчица рассказывает первого лица в общем я такая стою думаю господи что происходит что делать в общем короче это моя коллега анька уединилась в эту комнату с двумя родными братьями с этой комнаты уже доносятся крики любви стоны просто они там ее во все дыры драли девочки мальчики ну да не удивляйтесь этот вот этот мой ухажер он им вот этим двум пацанам приходился двоюродным брат братом а они между собой родные и как бы анька их девушка одна на двоих капец и этот короче весь вечер пытался ко мне я вышла на веранду стою курю он подходит ко мне начинает сзади меня пытаться обнять лезет ко мне в шею целует ну единственное что он из русского языка знал он говорил моя и он обнимает меня сзади целует в шею говорит моя 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 я такая думаю господи как же мне до утра протянуть чтобы он меня просто не ну как как мне отморозится что мне делать я же продолжаю гнуть свою линию что я вся такая правильная говорю ой ты знаешь я так быстро не могу мы еще так мало с тобой знакомы ой ля-ля фа-фа и короче все он не такой да 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 и как-то сдерживался и в общем я ему такой лапши понавешал на уши в итоге я ему таких тампана обещала что как бы в итоге он реально поверил что мы будем с ним встречаться что это к правильная порядочная девушка и со мной только серьезные отношения могут быть я ему это внушила он действительно в это поверил и он реально думал что я начну с ним встречаться но ладно в это он к примеру поверил но я такая сижу думаю как же мне протянуть до утра и чтоб утром спокойно уехать на электричке чтоб он со мной ну ничего не сделал короче я вышла в другую комнату там там стоял такой диванчик я легла на этот диванчик отвернулась думаю буду спать все пошли они все на хрен мне все равно моя хата с краю он же короче приходит ложится к со мной рядышком начинает меня сзади обнимать что-то мне там ухо шепчет там ты моя моя обнимает трется трется уже как бы пытается там все вот это вот начинает я уже такая думаю елки-палки хоть бы не изнасиловал хоть бы не изнасиловал я там ему всю ночь лапшу на уши вешала но ясное дело что в такой ситуации спать ну невозможно я ему там всю ночь на лапшу на уши вешала что мы с тобой будем встречаться это не наша с тобой последняя встреча мы еще увидимся как вот и это ляля тополя в общем всю ночь я ему морочила голову ну как бы фу я не хотелось с этим зомбаком ничего я просто хотела чтобы поскорее наступило утро чтобы уехать в общем сработало до утра в соседней комнате были уже вовсю скрипы кровати стоны это моя коллега анька развлекалась вовсю с двумя родными братьями то есть там просто представляете девочки инцест групповуха и все вместе в кучу вот такая вот коллега девочки опасайтесь таких подруг не дружите с такими кончеными бабами но это просто жесть выбирайте себя пожалуйста правильно друзей потому что не только от мужиков можно неадекватных пострадать можно пострадать также от неадекватных баб как бы подруга которая вас может подложить непонятно под кого но это просто жесть я просто в в общем короче наступает утро кое-как до утра я протянула он там все терся терся пытался там что-то но я такая нет 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 утром просыпаемся выходит вся такая взъерошенная это анька моя коллега я говорю ну давай уже поехали домой она говорит подожди сейчас в десять утра дождемся в десяти часов часовой электрички сядем и поедем давай пока кофейку там все дела она все такая расслабленная все такая такая довольная вот я так а ну давай а этот же зомбак мой ухажер все утро ко мне клеился и умолял говорит чтоб я ему дала прямо вот умоляла я такая нет 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 еще к бедный чувак мне даже даже как-то жалко его стало но это просто капец и короче в комната где я спала там вот так вот было чуть-чуть приоткрыта дверь и я вот так вот в щелочку ну приоткрытую дверь там осталась моя резинка от волос на подушке лежать вот я такая в приоткрытую дверь такая раз одним глазком смотрю а ему до такой степени хотелось ну а что он осквернил мою резинку для волос да это просто трэш как бы боже мой я такая думаю вот это да вот это желание господи ну короче получается мы собрались с этой моей коллегой сели на электричку и уехали в освояси домой потом когда началась наша новая рабочая неделя это подруга анька общалась со мной как-то отстраненно ну вроде как она отрезвела до поняла что она натворила и как-то вот вроде бы как будто киев ей неловко было или вот стыдно или вот она чувствовала что-то не то она видно ну поняла что я ну не из таких развратных барышень что я порядочный человек что я не составлю ее то есть я не буду ей единомышленницей в ее группа в ухах я не буду ей единомышленницей в ее развратных гулянках да как бы она увидела что я приличный человек не ее полета и чего-то мне даже показалось что в ее словах и в ее отношении после всего этого была вот какая-то вот даже зависть что ли ко мне не знаю и потом она рассказывала мне про этого ухажера зомбака да будем его называть она говорит что он постоянно спрашивал про меня еще где-то месяц она постоянно про меня спрашивал как там оля как там оля вот почему она не хочет со мной встречаться в общем еще через нее он постоянно обо мне узнавал очень долгое время и это анька у меня спрашивают типа ночью он тебе не понравился ну как бы ну я и отвечаю так вежливо говорю а ну это не моё как бы ну не моё и тут анька это говорит мне такую гениальную фразу меня так любили бы счете не хватает то есть понимаете девочки завистью нее еще было в том плане что она может еще она может дать мужикам только да только вот чтоб ее драли там два три пять человек да как бы она не чувствует любви а у нее нет вот какой-то эмоциональной привязанности вот к людям вот как-то вот нет такого что вот чувство да вот душевность какая-то эмоции ей только в но есть такие люди они ничего не чувствую вряд ли она что-то чувствует я думаю что я думаю такие люди мне кажется такие люди не умеют любить искренне по-настоящему верно и от души и она мне говорит такую фразу меня так любили да как бы ну веди себя порядочно покажи что ты ну достойная девушка покажи что ты ну не не общая давалка что ты не помойка тебя с тобой мужики общаются как с унитазом чтобы исправить свою нужду а ты потом удивляешься почему тебя не любят а меня любят может быть в этом причина девочки ведите себя достойно пожалуйста потому что я не оправдываю никакое блядство не мужское не женское и для меня шалава что мужик что баба одинаково одинаково как бы измены разврат но это просто ну это мерзко извините это мое мнение если я кого-то задела кто против кто имеет мнение противная от моего не смотрите мой youtube канал вот так вот потому что кстати был один момент что-то там в каком-то видосе я рассказывала про ну что-то там сказала про проституток про это самое про общем как-то я так в разговоре выразилась что типа наркомания алкоголизм проститутки ты 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 в общем я описывала какую-то ситуацию что типа вот это вот дно да и какая-то девушка в комментариях начала очень сильно и яро заступаться за проституток и говорить мне о том что типа не надо проституток приравнивать к днищу к второму сорту и вообще к социальному дну типа не надо приравнивать типа в проститутки идут не от хорошей жизни мне так смешно стало просто от этого комментария ну как бы смысле но иди работой столько работ есть столько есть работ куда возьмут безобразования как бы уборщица иди работой дворником иди работой как бы таким угодно и в простит ты серьезно проституцией в проститутки идут не от хорошей жизни как бы ну типа типа ты такая правильно и ты еще обижаешься на меня что я приписала проституток к социальному дну ну блин да проститутки это социально одно мое мнение извините имею право какая бы у меня не была тяжелая жизнь как бы я там не осталось бы одна с ребенком на руках с пособием 4 500 в месяц да ну я что пошла в проститутки работать девочки давайте ну каждый будет судить просто каждый судит в меру своей распущенности и если вы распущены не надо это оправдывать тем что в проститутки идут не от хорошей жизни вот это убирайте это пишите их где угодно но не на моем канале так что если вам понравилось это видео ставьте лайки если не понравилось это видео ставьте дизлайки пишите пожалуйста комментарии свое мнение под этим видео подписывайтесь пожалуйста на мой youtube канал ну и конечно же всех люблю всем пока пока пока